Да, друзья, добрый вечер еще раз. Сегодня у нас последняя лекция в цикле, но я думаю, что она не грустная, потому что я остаюсь в целом с компанией и вообще всегда буду на связи. И сегодня эта лекция будет посвящена личному. Почему? Потому что так повелось, наверное, я сам выбрал путь открытости и большое количество вопросов, которые мне всегда задавали коллеги или те наши коллеги, которые только приходили в компанию. Вы знаете, что у нас всегда есть встреча с SEO, с новичками в компании. Я думаю, что эта традиция, она сохранится. Вот я всегда сталкивался с тем, что мне задавали большое количество таких вот личных вопросов про энергию, про смыслы, про мотивацию. И сегодня я хочу с вами поделиться таким вот набором своих субъективных мыслей, субъективного опыта. Я сразу скажу, что я ни в коем случае не претендую на какую-то объективность. Я буду говорить о себе. Это очень хорошее упражнение, потому что оно заставило меня сесть, порефлексировать. На многие вопросы у меня нет ответов. Что-то я, наверное, не смогу объяснить так, как чувствую. Но надеюсь, что сегодняшняя лекция, она принесет вам тоже ценность и натолкнет вас на размышления. Вы можете в течение моего спича думать и задать мне после любые вопросы. Как обычно, я с радостью постараюсь дать свои субъективные ответы на них. Начну я с раздела о бизнесе. Вообще, как я попал в бизнес. Вообще, как когда-то давно-давно появилась наша компания. Собственно, как я вот стал на путь предпринимательства. Вообще, я не планировал становиться бизнесменом. Я не продавал в детстве газеты, не мыл машины, как многие предприниматели. Я мечтал стать археологом со школы. Собственно, я им и стал. Я поступил на исторический факультет Сектовкарского государственного университета. И когда закончил университет, пошел учиться в аспирантуру. И это был мой путь, выбор. Это была моя мечта. Вот вы видите, я еду в одной из экспедиций на приполярном Урале. Сплавляюсь на лодке по реке Кажем. Но что-то пошло не так. И несколько факторов. Один из факторов был в том, что я прочитал вот эту книжку Виктора Пелевина «Generation P». И эта книга действительно изменила мою жизнь, потому что я открыл для себя маркетинг. Я открыл для себя креатив, мир рекламы. И это настолько меня увлекло, что это такая невероятная область, где люди придумывают смыслы, создают бренды. И эта книга начиналась с истории, ну такой придуманной истории про Кока-Колу и Пепси, про их конкуренцию. Начиналась она такой историей, что реклама и одно из… Есть две обезьяны. И одной обезьяне дают пить колу, а второй дают пить Пепси. И хотят посмотреть, собственно, через какое-то время, какие произойдут с ними изменения. И вот мы видим, что обезьяна, которая пьет колу, начинает складывать кубики, значит, проявляет какие-то зачатки интеллекта. А обезьяна, ну что же сделала обезьяна, которая пьет Пепси, и она едет, значит, на тачке с двумя девчонками на пляж. И, значит, ну это так вот начинается книжка про креатора Владлена Татарского. Собственно, эта книга, она меня погрузила в маркетинг, я стал читать книжки по маркетингу. Я стал читать журнал «Секрет фирмы», который выходил много-много лет назад, и он был во многом о маркетинге. И так меня занесло в бизнес. Собственно, я пошел работать в рекламную сферу, в рекламное агентство, потом работал в большом сактовкарском гипермаркете, и в итоге, а потом опять вернулся в рекламу, и в итоге я решил открыть свой бизнес. Какой у меня был мотив открыть свой бизнес? На самом деле, я неплохо для сактовкара зарабатывал, работая коммерческим директором рекламного агентства, но когда я создавал рекламу, рекламные компании, мы пытались… Кстати, я работал тогда вместе с Аленей Данчиковым и Семеном Болотовым, которые сегодня работают в ДОДО. Вот мы вот столько лет вместе работаем. И мы сталкивались с тем, что многие идеи, которые мы придумывали, реализовать было невозможно. А идеи казались очень классными. И я решил открыть свой бизнес фактически с главной мотивацией, наверное, в том, чтобы у меня была свобода в реализации собственных идей, потому что я хотел делать так, как я вижу, хотел создавать так, как я вижу. И вот вы видите, перед вами такие вот мерч футболки моего книжного магазина «Сила ума». Кстати, вот мой ник в социальных сетях, он как раз связан с названием книжного магазина, а не то, что я себя считаю слишком умным. И вот это вот в футболке со страницей из книг, из великих книг, собственно, которые мы продавали в книжном магазине. И, собственно, вот эта возможность реализовывать какие-то смелые, интересные идеи, которые я бы никогда не мог реализовать, может быть, с консервативным бизнес-окружением, они толкнули меня делать бизнес. И оттуда пошла вся открытость, как, наверное, достаточно сумасшедшая идея. И, собственно, в чем, наверное, вот я сейчас рефлексировал, в чем моя мотивация в бизнесе, основная всегда была, ну, или не основная, а главная. В целом, наверное, ничего не поменялось со времен археологии. Важнейшая страсть – это создавать, открывать что-то новое. И, в принципе, стартап и путь ДОДА, там, первые годы, да, это настоящая экспедиция, потому что это достаточно опасно, тебе нужно рассчитать ресурсы, тебе нужно постоянно быть параноиком, что что-то может пойти не так. И, в целом, я думаю, что вот эта страсть к экспедициям, к неким авантюрам, она, конечно, очень соответствовала духу стартапа. И, в целом, в бизнесе я это слегка и получил. Еще одна важнейшая мотивация для меня всегда была в том, что жизнь конечна и коротка относительно истории человека или даже истории планеты – это маленькая искорка. Хочется прожить эту жизнь интересно, делать то, чего захватывает дух. Наверное, у меня с детства была всегда мотивация сделать что-то интересное и прожить жизнь очень интересно. Ну, я даже сам себе говорил так в процессе, когда особенно было слишком интересно, что жить надо так, чтобы в кино было скучно. Еще одна важнейшая для меня драйвер всегда была – это возможность, как я уже сказал, создавать и реализовывать что-то, и реализовывать идеи. Я вообще считаю, что это действительно чудо, что нам дана возможность что-то создавать. Я еще сегодня об этом буду говорить, потому что в бизнесе ты… Всегда, когда мы, допустим, задумали какой-то новый проект, когда я вижу приложение, допустим, в виде интерфейсов, и оно только что вышло условно из головы продукта и дизайнера, и вот его показали на экране, и когда это становится продуктом, для меня всегда это чудо. Или когда я прихожу в открытую пиццерию и понимаю, что это всего лишь полгода назад, просто были идеями в нашей голове, и тут с помощью наших усилий, ресурсов, денег, большого количества людей мы сделали это реальным работающим. Это всегда у меня вызывает ощущение магии и, собственно, приносит огромное счастье в бизнесе. Важнейшей мотивацией для меня было менять ход вещей. Знаете, что я хочу этим сказать? Что когда ты начинаешь бизнес в Сыктывкаре, то тебе кажется, вся судьба, мир вокруг говорит, что построить что-то большее просто невозможно, что у тебя есть некий путь, который начертан тебе естественным ходом вещей, и ты это не можешь поменять. А бизнес – это и есть возможность менять ход вещей. Мы можем создавать новые рынки, мы можем выходить на рынки, где говорят, что это невозможно, и вообще мы можем добиваться цели. Вся наша история – это история о том, что действительно нет ничего невозможного. И это всегда действительно для меня было главным. Прибыль всегда была лишь неким условием, условием существования бизнеса, условиям. Ты не можешь построить что-то более-менее среднесрочное или долгосрочное, если ты не будешь конкурентоспособен и эффективным. Так устроена жизнь, так устроена реальность, и ты должен научиться быть эффективным, прибыльным, потому что прибыль позволит существовать бизнесу и создавать что-то дальше. Вы знаете, что я часто повторял о том, что прибыль не является целью бизнеса. Это есть такое распространенное мнение, но это иллюзия, потому что прибыль – это не цель, это условие существования бизнеса. Если нет прибыли – нет бизнеса. А цель, она у всех разная, она лежит где-то за гранью прагматичного бизнеса. Это реализация, это счастье для кого-то, это свобода, для кого-то независимость, для кого-то осуществление какой-то мечты, чтобы что-то изменить в своей жизни. И прибыль, конечно же, это показатель, что то, что ты делаешь, действительно нужно этому миру, нужно людям, это востребовано, и это достаточно эффективно, чтобы долго существовать, потому что все, что неприбыльно, оно просто не будет существовать. Мне часто задают вопрос, где я беру энергию. Ну, наверное, короткий вопрос в том, что, наверное, определенный уровень энергии, я тоже об этом сегодня еще поговорю, это какая-то генетическая предрасположенность, но при этом я могу порефлексировать, выделить какие-то свои методики и подходы, которые я выработал в процессе вот этого пути, бизнес-пути. Первое для меня всегда дает энергию, смысл, понимание то, что я делаю, зачем я это делаю, какую ценность это приносит. И это очень важно. Когда ты понимаешь ценность, то трудности, которые ты проходишь, препятствия, ты их перестаешь просто замечать. Это большая идея, это то, что идет дальше за смыслом. И, конечно же, это ответственность, потому что я понимаю, что представьте, 7,5 лет бизнес наш был убыточный, и я взял ответственность за него перед инвесторами, перед людьми, перед сотрудниками. И вот эта ответственность, когда я что-то говорю, что я сделаю все, чтобы это сделать, она была для меня важна, она, конечно, давала энергию, потому что ты просто не можешь сдаться. И, конечно же, цель, когда цель большая, когда она вдохновляющая, когда тебе просто азартно, интересно до нее дойти, она позволяет, она дает энергию, действительно позволяет пройти сложности в процессе. Ну и, конечно же, путь, сам процесс. Смотрите, я считаю, что если ты не будешь получать кайф от самого пути, то ты никогда не дойдешь до цели, потому что ты будешь страдать, терять энергию. И процесс создания, развития бизнеса для меня – это процесс, связанный со счастьем, потому что ты постоянно получаешь эндорфины, то, что ты делаешь, ты реализуешь идеи. Но, наверное, скажется, что часто процессы в бизнесе скучные или они не нравятся. И, на самом деле, в моей практике было огромное количество периодов, когда было много нудной работы и сложной работы. Более того, я считаю, что одним из факторов успеха компании и меня как предпринимателя является то, что я умел пройти эту работу, умел ее сделать, вот эту сложную, нудную работу. Как я к этому подходил? Знаете, я недавно услышал такое умное слово – рефрейминг. Рефрейминг – это когда ты смотришь на что-то и меняешься к этому отношению. Ты проснулся утром и видишь, что плохая погода, и ты можешь расстроиться, а ты можешь сказать себе, поменять к этому отношению, сказать, блин, я найду в этой погоде что-то прекрасное, я пойду гулять по лужам. Или отношение к проблемам. Ты можешь рассматривать проблему как что-то, что на тобой висит, ты можешь рассматривать это как задачу, которая сделает тебя лучше, как кейс, который интересно решить, который позволит тебе прокачать твой опыт. И вот пример рефрейминга – это то, как Том Сойер красил забор. И вы помните, да, это как бы нудная работа. Но на самом деле представьте, что вы красите забор, и кратко ложится постепенно на доски, и сам процесс настолько медитативный и увлекательный, и тебе хочется побыстрее увидеть результат, что это может стать действительно занятием, которое приносит удовольствие. И я в целом всегда подходил, старался находить в любой работе интерес, смотреть на нее по-другому, будь то какие-то финансовые таблицы, которые я в целом никогда сильно не любил, или, скажем, повторяющаяся операционная рутина. И приведу вам еще такой пример рефрейминга. И, конечно, вы знаете, в детстве весь мир кажется по-другому. И где бы мы ни выросли, на каких-либо дворах, улицах, в детстве все выглядит счастливо и красиво. И когда я жил в Сыктывкаре, кстати, это фотография, когда я вырос в Сыктывкаре, эта фотография сделана Ильей Варламовым. И он, когда приезжал в Сыктывкар, попросил меня показать город. Тогда уже я был достаточно известный бизнес-блогер. И вот эта фотография из его тура. Вот так вот выглядел Сыктывкар примерно, наверное, моего детства. Но я в пятом классе прочитал книгу «Властелин колец». И в какой-то момент вот этот Сыктывкар, наверное, который кому-то покажется не сильно комфортным, а для меня это любимый родной город, он превратился просто в Сыктывкаре. То есть я ходил действительно по Сыктывкару, и мне казалось, что я просто в Сыктывкаре сделал такой рефрейминг. Поэтому я считаю, что рефрейминг – это мощная штука. Сори за буддистские аналогии. Еще к этому сегодня вернусь. Надеюсь, никого это не испугает сейчас. Но согласно буддизму, сансара, то есть это наша повседневная жизнь и нирвана, это фактически одно и то же. Просто меняется взгляд на реальность. Реальность со мной не меняется, меняется наш взгляд на нее. Поэтому, когда ты меняешь подход, то и ты начинаешь тратить меньше энергии, потому что тебе не нужно тратить энергию на то, чтобы заставить себя делать нелюбимую работу. Что еще я подскажу ценного – это убирать из жизни все, стараться, что забирает энергию. И у меня было много таких историй. Допустим, я долгое время был таким регулярным курильщиком, когда занимался еще книжным бизнесом. И в какой-то момент я понял, что это забирает у меня очень много энергии, она не бесконечна. И бросить курить было очень тяжело, потому что мне нужно было сделать усилия. Но когда я это сделал, я понял, что это дало мне огромное количество сил. И здесь я хочу сказать, что любое качественное изменение требует усилий. То же самое со спортом. Я не любил заниматься спортом, но в какой-то момент я решил, что я должен сделать это привычкой. И сначала мне было очень сложно каждое утро вставать, идти в спортзал или бегать. И это было тяжело. Нужно было приложить к этому усилию. Но потом происходил такой скачок в состоянии. Я понимал, что это дает огромное количество просто энергии, что я вышел на какой-то новый качественный уровень. Мне очень нравится метафора такая, где барон Мюнхгаузен вытаскивает сам себя из болота. Мне кажется, что это очень мотивирующий образ, когда ты можешь сам себя вывести на какой-то новый уровень. И действительно здесь нужно приложить усилия и понимать, что эти усилия, это будет тяжело, это будет непросто, зато потом будет хорошо. Ну и важный, точно мой субъективный инсайт, который я подтвердил на своем опыте, что твое физическое и ментальное состояние очень связаны. Недаром, собственно, древние греки считали, что тело и дух едины. Поэтому наш мозг, уже доказанный учеными, наше состояние зависит от наших гормонов, от состояния нашего желудка, допустим, от нашего питания, от сна. И все взаимосвязано, нельзя это разделить. И поэтому точно, когда я стал больше думать о своем образе жизни, когда я стал заниматься спортом, когда я стал не переедать и сохранять некий баланс, я точно получил больше энергии. Мне часто задают вопрос, что важно для эффективности, что важнее, дисциплина или энергия? Дисциплина – это некая система, то есть ты умеешь очень эффективно планировать, ведешь как бы правильно дела, используешь методики. Что важнее? Я скажу, что на дисциплине далеко не уедешь. Я понимаю, что, конечно же, первичная энергия, потому что энергия – это некое топливо. Энергия – это практически воля, способность наша что-то делать. И это топливо, а система – это машина. И если есть прекрасная машина, есть суперсистема, но при этом нет энергии, которая зависит от смысла, от твоего физического состояния, от твоего отношения к тому, что ты делаешь, то ни одна система не сработает. Но при этом механизм тоже важен. Вы видите мотор болида «Формулы-1», который выглядит невероятно красиво. И ты понимаешь, что если ты вольешь в этот мотор такое же качественное топливо, как в другой, этот мотор поедет лучше. Поэтому система, конечно же, тоже здесь важна, но энергия первична. За 12 лет было очень много сложных моментов в бизнесе и очень много стресса. Вообще предпринимательство и ответственность – это всегда определенный стресс. Вообще мы не можем жить без стрессов. Человек так устроен. Мы, наша нервная система, организм, он готов к определенному количеству стрессов. Но бизнес – это всегда ответственность. Неважно, ты отвечаешь за компанию, за продукты, есть всегда сроки, люди. И в моей истории было очень много идеальных штормов, когда все проблемы случаются одновременно. У тебя проблемы в бизнесе, у тебя проблемы с… У тебя уходят какие-то ключевые люди из команды, у тебя долги. И я побывал в очень сложной ситуации, поделюсь тем, как я сам психологически выходил. Я в целом никогда не ходил к психологам и к психотерапевтам. В целом, наверное, здесь, опять же, считаю, что это классное решение, но мне оно не зашло. И всегда мне помогала рефлексия. У меня есть такой метод, называется метод принцип огорода. Что он означает? Что когда у тебя большое количество проблем, ты не пытаешься решить все сразу по чуть-чуть. Ты говоришь себе, я разобью все на части, выделю приоритеты и буду решать постепенно грядку за грядкой. То есть пока ты не решил одну проблему полностью, ты не переходишь в другой, даже если там все горит, кричат, и ты не можешь сразу потушить пожар везде, и поэтому ты действуешь постепенно. И постепенно от приоритетного к менее приоритетному ты начинаешь это решать, потому что у тебя есть фокус. И это действительно работает, когда у меня еще в книжном бизнесе было огромное количество проблем, я не знал, за что хватиться, я просто составил список и стал идти по этому списку. Второй мой совет – это принцип действия, когда сложно, когда стресс, часто опускаются руки, и ты впадаешь в некий ступор. Такие же ситуации на самом деле. Бизнес похож чем-то на экстремальные экспедиции, особенно стартап. Случаются там в горах у альпинистов. И самое плохое, что могут делать люди – это начинать, это впасть вот в этот ступор, это бездействие. Потому что, когда ты не знаешь, что делать, ты просто начинаешь делать что-то, и у тебя появляется ощущение контроля над реальностью, ты не впадаешь в депрессию, и дальше в процессе ты начинаешь приходить в себя, действуешь по принципу огорода. Но в любом случае, ты не сваливаешься в некую психологическую яму. Поэтому, когда я попадал в эти сложные стрессовые ситуации, я просто тебе говорил, окей, я буду делать что-то, самое понятное, простое. Если у меня сейчас нет ответа на вопрос, как все это решить, не страшно. Главное – что-то делать, и дальше ответ появится. И у меня получалось так проходить. Ну и смотрите, выглядит страшновато. Кто не знает, у меня даже есть такой самурайский меч на руке, который мне напоминает в том числе о философии самураев. Собственно, самураев всегда должен был помнить о смерти. Что это означает? Что ты… Опять же, давайте уйдем от смерти, еще к этому вернемся. Это вопрос, что предприниматель думает, допустим, о банкротстве. Или ты понимаешь, что проект может не получиться. И ты психологически понимаешь, как действовать в этих случаях. Ты понимаешь, что это не катастрофа, и смерть – это тоже все умирают, все смертны. То есть ты сам этот факт уже проживаешь, и это позволяет тебе отпустить какую-то тревогу, которая создает стресс в моменте. И когда у меня бизнес был на грани разорения, или когда в ДОДО у нас была ситуация, что мы не могли привлечь инвестиции, и оставалось денег на два месяца, была сложнейшая ситуация, я понимал, что все может трухнуть, я просто сел и сказал, если сейчас стресс меня раздавит, то ничего не продуму, то есть все, это конец. Мне нужно просто пережить, а что будет, если мы разоримся? Я сказал себе, ну, ничего не произойдет катастрофического, я останусь жив, я никого, это бизнес, я никого не брошу, я сохраню репутацию. И вот это понимание, что я это как бы уже прожил, оно дало мне возможность не впадать в этот стресс. Почему, заканчивая блок про бизнес, почему я ухожу с позиции SEO? Я уже об этом говорил, но важно еще раз, наверное, зафиксировать в этом цикле лекций. Я думаю, что это нужно компании, для меня важна очень компания, как что-то, что живет уже своей жизнью, и я принял участие в появлении этой компании, и мне приятно, и хочется, чтобы компания жила дальше. И, как я уже говорил, что компания, которая зависит от основателя, она не переживет основателя, поэтому не важно, чтобы компания стала недависимой, самостоятельной, живой. Поэтому я считаю, это важно. Важный момент, что я знаю, что у всех есть какие-то жизненные циклы, и компании на текущем этапе нужно больше энергии, больше энтузиазма. И то состояние, в котором сейчас я нахожусь, я планирую заниматься бизнесом, помогать компании. Я нужен в другой роли просто компании. Теперь я хочу поговорить о личном развитии, о смысле, о понимании жизни. Опять же, так сложилось, что я всегда открыт, так я уже говорю, что... Поэтому затрену, наверное, очень личные моменты свои. Постараюсь рассказать так, чтобы это было понятно. Вообще, последние, наверное, годы я находился в каком-то таком размышлениях, поисках, ответов на интересующие меня вопросы. И у меня достаточно, наверное, интересный опыт. Те 12 лет в Dodo минимум. Наверное, если их растянуть, это много-много-много-много событий. У нас в Dodo, наверное, год за два, за три, за четыре. Я пошел изучать в какой-то момент. Мне важно было найти ответы для себя на какие-то очень глобальные вопросы. То есть приходит возраст, когда тебе важно получить ответ на эти вопросы. И я как человек с таким научным мышлением, сознанием пошел все читать. И я читал много книг и религиозных, и философских, и научных. И в итоге, наверное, на мою картину мира повлиял сейчас в первую очередь научный взгляд на мир, то, как наука видит сегодня реальность. И с точки зрения объяснения мира мне больше всего, наверное, близка философия буддизма. Напомню, что буддизм – это в первую очередь не религия, а философия, которая пытается объяснить мир достаточно логично на основании того, что мы видим, то, что нам доступно. К чему я пришел? Это такие, знаете, отрывочные какие-то мои субъективные инсайты, выводы. Первое для себя я пришел к тому, что одно из главнейших врагов нас, нашего счастья – это наше собственное эго, которое говорит, что ты лучше других, которое заставляет себя сравнивать с кем-то, с какой-то моделью, с каким-то идеалом постоянно в моменте, эго, которое не дает тебе быть в моменте и мешает, как я считаю, и счастью, я не скажу, что я там избавился от эго, это совершенно не так, это не такой сложный процесс, я не говорю, что я там достиг чего-то, да, но я это точно осознал. Я пришел к тому, что все в мире едино, мы все очень сильно взаимосвязаны, и вот такой есть вопрос, кто важнее – предприниматель или команда, или компания. Знаете, я вот недавно открыл для себя такое философское понятие, как эмерджентность. Что такое эмерджентность? Когда я это осознал, я понял, что раньше я как-то не осознавал прям реальную, важнейшую сущность реальности, которая очень много определяет. Эмерджентность – это наличие у какой-то системы свойств, которых нет у ее компонентов по отдельности. И что такое на практике, вот объясню. Смотрите, вот вы видите колесницу, и колесница, если ее разложить на части, то есть она едет, да, то есть на ней может ехать фараон, но если ее разложить на части, то каждый компонент теряет свойства системы. Или, допустим, дом. Это просто кирпичи, которые собраны в определенной последовательности. Фактически, как собрана эта последовательность, это некая информация, и все вместе это дом. И компания – это тоже большое количество людей, которые каждый из нас по отдельности не дает того эффекта, который мы все вместе. А если посмотреть на всю экосистему ДОДА, вы представьте, это 40-50 тысяч наших коллег в пиццериях, это партнеры, это поставщики, это большая-большая-большая система, и все вместе это дает что-то, что у нас нет у каждого по отдельности. И размышляя над этим всем, ощущая это, я понимаю, что, допустим, что я как предприниматель, который обладает какими-то определенными талантами, компетенциями, что в целом это вообще не моя заслуга, потому что это у меня есть. Потому что тот уровень стрессоустойчивости, энергии, он дан мне от рождения, и, собственно, то, что все это появилось, появилось, это все, ну, то, что это у меня есть, это точно не то, что принадлежит лично мне. Вот. И, собственно, все это меня привело к тому, что понимание, что все на самом деле едино, весь мир един. Опять же, наверное, в бизнес-лекции это все звучит очень странно, но это сложно очень передать. Но, собственно, к этому я пришел с двух сторон, и со стороны философии, со стороны науки, да, потому что наука точно так же говорит, что мы все настолько взаимосвязаны. И, знаете, вот самый, наверное, самый сложный вопрос, в чем смысл жизни, и удивительно, что пару лет назад на одной из наших новогодних вечеринок у меня было выступление. А я как раз до этого был, значит, там, занимался на серфинге в океане, и как-то очень много думал. И, собственно, у меня, в принципе, по бизнесу уже было нечего рассказывать, потому что большое количество там, ну, команда лидеров, коллег все рассказали, и, собственно, и про стратегию. И я решил сделать такое выступление там про вообще про жизнь. Я вышел и хотел поделиться своим инсайтом. В чем смысл жизни? Я ответил, смысл жизни в том, чтобы жить. И такая была тишина достаточно в зале, как все были, я думаю, что многие, кто смотрит, были на этой встрече. Что, собственно, Федор с ума сошел? То есть это достаточно, ну, какая-то банальная вещь. Но на самом деле я считаю действительно, что смысл жизни в том, чтобы жить, потому что изучение, опять же, там, науки, философии привело к тому, что никто из нас не может точно найти смысл. Вообще, наверное, это очень человеческая история искать конкретный смысл. То есть мы пытаемся нашими человеческими мозгами все объяснить, это все на самом деле сложнее. И для меня жизнь – это такая тайна, на которую мы изучаем каждый день, открываем что-то новое, проживаем, собственно, сам вот этот путь прожития жизни, открытий, изменений – это и есть смысл. И с точки зрения природы, смотрите, мы вообще люди, если смотреть по-научному, мы просто контейнеры для передачи генов. То есть природе не нужно, чтобы мы были счастливы, потому что мы должны отдать гены, при этом выжить, поэтому наша нервная система всегда находится в таком состоянии готовности ко всему. И нужно, чтобы мы просто оставили гены на жизнь. Магия человеческой жизни, как мне кажется, в том, что у нас есть свобода воли, то есть мы можем что-то менять, если цветок, который растет, поменять вряд ли что-то может, то у нас есть действительно свобода воли, и это, мне кажется, самое магическое, что у нас есть. Мы можем менять себя, и процесс изменения себя – это удивительный процесс. Мы можем менять обстоятельства вокруг себя, мы можем менять мир, мы можем творить, мы можем что-то строить, создавать, мы можем придумывать что-то, и просто из идей, из ничего, что-то появится в реальности. Продукты, бизнесы, мы можем помогать людям, мы можем помогать планете. И вот эта свобода, свобода воли, она не в том, чтобы быть свободным от всего. В этом смысле мы как раз тотально не свободны, потому что мы не выбираем, где нам родиться, мы не выбираем тело наше, как мы будем выглядеть, мы не выбираем здоровье. На самом деле каждый из нас может завтра чем-то заболеть, и мы это не выбираем, и как раз от этого у нас есть ответственность, у нас появляется. Но свобода есть в том, что мы выбираем, как действовать в этих обстоятельствах. И это прекрасно, и это и есть настоящая свобода и магия человеческой жизни, как мне кажется. Что с моей точки зрения, с моих ощущений приносит счастье, которое тоже очень словное понятие, что такое счастье, это путь, это как раз опыт, который мы проживаем, потому что мы, это и есть наш опыт, поэтому я в целом никогда не был привязан к вещам и достаточно равнодушен к ним, потому что это не то, что мы несем с собой, мы несем с собой опыт, впечатления, знания, эмоции, потому что каждый момент мы разные, потому что мы есть накопленный, ну, с точки зрения, опять же, нашего сознания, личности, мы есть наш накопленный опыт. И опыт – это и есть жизнь. Как говорил великий Джобс, который тоже, кстати говоря, я пришел совершенно другими путями, был им очень интересен буддизм, что пройденный путь и есть награда. И путь – это развитие, развитие – это дико интересно, открывать, становиться новым. И с моей точки зрения, некий, как я уже говорил, качественный какой-то шаг вперед, в новое, он всегда связан с выходом из зоны комфорта. Выход из зоны комфорта – это не страшно, это неплохо, и боль – это не страшно, потому что наша жизнь – это не только удовольствие, это и боль. И скажу по себе такой вот маленький банальный пример. Ты просыпаешься, допустим, в 5 утра, темно, и приведу пример из той деятельности, которая меня очень увлекает в последнее время – это серфинг. И тебе нужно идти в океан, он холодный, тебе не хочется вставать, ты делаешь усилия, ты себя заставляешь, но через какое-то время, когда ты залезаешь в воду, ты понимаешь, насколько ты счастлив, насколько вот этот выход из зоны комфорта, насколько он тебе дал новое что-то, и ты становишься другим. Я уверен, что все развивается в ограничениях, и бизнес, мы развились в ограничениях, то есть ограничения, и природа всегда развивается в ограничениях, это заставляет искать решения, заставляет развиваться, меняться, поэтому скажу немножко про бизнес, что хочется, чтобы наша компания всегда чувствовала эти ограничения, и точно так же и в жизни ограничения, они всегда в плюс, с моей точки зрения, ограничения, умеренность, не уходить в крайности, и, собственно, не уходить в крайности, не ограничить себя максимально, то есть жить полностью, не ограничивая себя ни в чем. Я уверен, что счастье, оно не связано никак с количеством вещей вокруг тебя, и я даже знаю, что, знаете, вот я заловился на мысли, такую рефлексию, что ты, допустим, привык ездить в какие-то, ну, хорошие, там, комфортные гостиницы, тут раз ты попадаешь там в, не знаю, в однозвездочную гостиницу, и вдруг становишься несчастным, и ты всегда говоришь, блин, неужели я стал зависим от каких-то внешних вещей, и это определяет мое состояние. И счастье вообще очень нужно мало, я это всегда понимаю, когда ты съездил в какой-нибудь лес, там, экспедицию, и потом возвращаешься, и понимаешь, что просто теплая вода, это такое счастье, но вообще на самом деле просто дышать и жить, это уже счастье. Ну, и закончу тем, вот часть, смотрите, я когда-то, то ли мне это приснилось, то ли я где-то это прочитал, но я до сих пор не нашел автора, что, ну, такая в голове фраза крутилась, что в жизни есть три важные вещи, это любовь, музыка и война. Я их понимал так, что любовь, это любовь к миру, к людям, ко всем, да, к реальности. Музыка – это творчество, это не обязательно музыка, это что-то, что мы инстинктивно хотим создавать, иррационально создавать продукты, строить что-то. Это процесс, это поглощающее творчество. И война – это конкуренция, это соревнования. И вот есть три стоящие вещи. Я вам скажу, что я понял постепенно, в какой-то момент, в какой-то момент прям осознал, что война вообще перестала играть, что для меня какое-то значение, вот эта конкуренция, и что в жизни остались только две стоящие вещи, это любовь и музыка. Вот. Что я буду делать дальше? Смотрите, конечно же, я остаюсь акционером компании, и это важная роль, потому что акционеры определяют много в компании, стратегию, влияют на культуру, стратегические решения, они влияют. И это важная роль и миссия, поэтому я буду рядышком, и, собственно, моя миссия в том, чтобы компания осталась собой, поэтому я не планирую продавать акции, буду как минимум в какой-то срок, который я могу прогнозировать, буду акционером. Я буду работать в совете директоров, у нас будет цель, чтобы у нас был очень эффективный, сильный совет директоров, который действительно помогает SEO, помогает команде. Я буду в среднесрочной перспективе консультантом по стартапам, значит, я буду немножко со стороны помогать своей экспертизой, опытом DreamKit, буду помогать развиваться Кепстеру, нашему самому малышу, стартапу на текущий момент. И, конечно же, я займусь серфингом, потому что это тоже путь, это что-то для меня новое, это тоже магия жизни, открывающая какие-то другие сферы. И я вот вчера уже говорил, что я планирую открыть сам, как предприниматель, как партнер DreamKit на острове Бали, цель в том, чтобы, да, был какой-то бизнес и дело, и можно было приезжать на Бали в прекрасное место, где можно серфить. И при этом это был вин-вин, и я давал обратную связь команде по продукту, по концепции, потому что будет очень много практики, и, собственно, большое количество людей, которые приезжают на Бали, познакомились с DreamKit, и это помогло DreamKit и нашей всей компании идти вперед. А что дальше? Что дальше, я не знаю, потому что, на самом деле, я счастлив, и мне нравится очень не знать, что будет дальше. Мне кажется, в этом есть кайф жизни. Честно, я никого, как сказать, не оцениваю, но я не понимаю тех, кто составляет план до 70 лет. Мне кажется, что лучший план иногда. Да, есть vision, а дальше уже все может пойти по-разному. Спасибо вот за такую нетипичную... Спасибо вам, и это самая нетипичная лекция, поэтому буду рад сейчас ответить на ваши вопросы. Спасибо. Да, друзья, Саша. Федор, спасибо за крутейшую лекцию. Перед Новым годом. Как раз и год заканчивается, и новый этап у тебя начинается в жизни. Поделись, пожалуйста, с какими ощущениями ты входишь в этот Новый год вот для тебя лично. Наверное, есть какое-то предвкушение чего-то нового. Ну, не знаю, сам расскажи, не буду фантазировать. И что ты нам, как компании, в наш тоже новый период со следующего года пожелаешь. Да, спасибо, Саш. Я в целом чувствую ответственность, несмотря на то, что я ухожу с позиции SEO и продолжаю чувствовать ответственность за компанию. Я хочу помогать, не хочу мешать, поэтому у меня точно будет немного. Я, как я уже сказал, чувствую, что вот это вот свойство жизни, когда ты можешь пойти разными путями. У меня есть классно, когда... Это чувство, оно не пропадало, на самом деле. Когда есть такой интерес к изучению жизни, постоянно появляются какие-то новые идеи, проекты. Вот. У меня нет такого ощущения, что вот я сейчас 1 января проснусь, и у меня упал какой-то груз с плеч. И я такой, вау, там, как бы, свобода. Такого нет. В целом я всегда, совершенно искренне говорю, наверное, бы не получилось ничего сделать. Был счастлив в компании, даже когда была, ну, там, супер, как бы, какая-то интенсивная жесть. Это был классный опыт, классный период. Вот. Что я хочу пожелать? Смотрите, я, наверное, хочу пожелать, чтобы вы сохранили нашу культуру, чтобы вот эта атмосфера доверия, искренности, открытости с требовательностью и безопасностью одновременно, она сохранилась. Потому что мы не просто построили там сеть пиццерий. Мы действительно, мы построили большую организацию. Да? И самое удивительное, что, смотрите, я многих уже не знаю лично. Вот, Саш, мы с тобой никогда не виделись лично. По-моему. Вот. И при этом, я когда вижу, как, ну, наши коллеги пишут, думают и понимаю, что действительно ценности живут, это невероятно круто. И это самая большая награда, что нам удалось это сделать, и это хочется сохранить. Вот. Потому что чем мы будем больше, вот, и это можно, я уверен, что это можно сохранить даже, когда мы будем большими. Вот. Потому что мы некий пример, что, да, там можно открыто, в чем-то идеалистично строить бизнес, и что мы можем выживать в этом сложном бизнес-мире. Вот. И строить такой бизнес, будучи умными, эффективными, но оставаясь идеалистами. Спасибо. Дима, спасибо. Вот, я попал и приду к тебе в дринд. Ну, вообще, на самом деле, когда он будет открыт, все welcome, можно будет, будет место, где поработать. Открою, немножко, приоткрою карты, планы. Есть идея сделать очень большую кофейню, где будет, ну, первую кофейню, где будет такой полу-коворкинг, где можно будет на весь день приехать. Вот. Собственно, поэтому, знаете, что, возможно, на Бали, ну, я буду над этим работать, появится такое прекрасное место. Да, и пиццерия, скоро уже откроются пиццерии на Бали, кстати говоря. Да, Федор, спасибо за рассказ, как всегда интересно. Знаешь, это как раз тот день, когда интересно спросить такую вещь, которая вроде по теме, вроде как и, может, немножко странно. Вот ты про буддизм говорил, рассказывал, что ты многое это изучаешь, мне тоже это интересно, и знаешь, но у меня есть немножко ощущение, что многое из того, что ты рассказываешь, это больше похоже на стаицин. И ты, я помню, тоже про это рассказывал, потому что буддизм, это больше ведь там про карму, про перерождение, про то, что ты делаешь, отразиться дальше. А ты больше рассказываешь, что мы сами творцы своего, как бы, будущего и настоящего. На самом деле, стоицизм и буддизм очень похожи, это так, этически, но в отличие от буддизма, стоицизм, он как бы не пытается объяснить весь мир, всю реальность. Буддизм более такая глобальная комплексная философия, которая, ну, мне важно было докопаться вообще, ну, типа, всегда до основ, вот, типа, до основ, а как все объяснить. И стоицизм, он отвечает на вопросы, как жить, вот, конкретно нашей человеческой жизни. Буддизм, как бы, большие вопросы ставит, ну, причем он отвечает, как жить тоже. На самом деле, буддизм часто воспринимается, ну, как бы, со стороны, ну, не так, как есть на самом деле, допустим, ты говоришь про перерождение, в буддизме нет перерождений, ну, как таковых, вот, переселения душ в буддизме нет. То есть, это все сложнее. То есть, буддизм, все, что, как бы, не касается, что он не может, по сути, объяснить логически, он, там, этого нету, и перерождений нет. То есть, в буддизме нет души, как таковой, индивидуальной. То есть, нету Димы Карпова, который может куда-то переродиться. Есть эмерджетная, значит, такая, значит, система в виде твоего, там, я, мозга, сознания, там, и так далее, которое собралось, потом распадется. И все при этом едино. Вот. Но это достаточно, как бы, такие сложные идеи. Вот, собственно. Но ответ такой, что стоицизм, это очень похоже, на самом деле, на буддизм, просто буддизм, наверное, более комплексный. И самое главное, что буддизм, он выглядит в форме религии, но на самом деле это философия. То есть, как бы, там даже бога нет в буддизме. Вот. Но для того, чтобы это знание передавать, людям нужно эту форму религии, собственно, упаковать, потому что иначе это не будет, это учение бы не передавалось просто. Оно слишком сложное. Я понял. В общем, мне надо больше про буддизм узнать. Спасибо. Валера? Ну, я там никого не призываю, просто удивился, тем, к чему я пришел. Федор, вопросов у меня нет, все предельно непонятно. Просто хотел тебе сказать огромное спасибо за компанию, спасибо за людей, которые нас окружают во всем Dota Brands, да, это очень круто. И спасибо тебе огромное за смыслы. Заходи, если что. Успехов тебе. Обязательно, обязательно. Спасибо, Валера. Спасибо большое. Кать? Федор, присоединяюсь. Спасибо огромное за вообще цикл лекций. Мне кажется, это такой открытый MBA, доступный всем на YouTube. Это очень классно и за открытость. Спасибо огромное. У меня такой вопрос по сегодняшней лекции. Расскажи немного, как ты формировал свое окружение. То есть это же тоже очень важная часть какого-то личного пути. Друзья, там, не знаю, коллеги. Как это все ты устраивал? Ну, смотри, честно сказать, мне... Я не очень люблю слово окружение, особенно в смысле, ну, вот, в котором сейчас бизнес-кругах это любят, вот, типа, вот определить свое окружение. И потом, как бы... Для меня единственный момент в окружении важен – это искренность. Что люди были настоящие. И поэтому я часто скажу, что получаю огромный кайф от общения, там, не знаю, с тренером по серфингу, простым парнем, там, и инвестбанкиром, если он искренний, а не пытается быть кем-то, значит, кого он там придумал. Вот. И поэтому, в целом, я скажу так, что один из факторов, наверное, нашего успеха и моего как-то предпринимательского успеха, вот, хотя я не люблю слово успех, ну, какого-то результата нашего, да, это то умение объединить разных людей. Разных совершенно. Потому что какие бы люди ни были, искренность, доверие они объединяют. И компания действительно очень разная. У нас разные партнеры, разные, значит, разные лидеры, разные коллеги. И, собственно, то, что мы все объединились, как бы, да, вот, на каких-то общих вещах, я думаю, что это фактор, фактор нашего успеха. Поэтому никогда не пытался окружение, как бы, искренность, вот это главное. Спасибо. Боря. Федор, привет. Я недавно тоже переехал на Бали, так что буду рад повидаться. Ну, я еще не на Бали. Ну, тем не менее. Хотел спросить, ты вот не так давно начал делать частные инвестиции, продолжаешь, будешь ли ты продолжать это делать, и по какому принципу ты это делаешь? Смотри, я сразу скажу, что я плохой инвестор, потому что, наверное, и плохой, и хороший. Мне кажется, что я разбираюсь в людях, я был бы, наверное, хорошим инвестором на суперранней стадии, когда, ну, инвестируют в человека, когда надо просто почувствовать, ну, вероятность, как бы, сможет, не сможет, да, потому что я сам прошел какой-то путь. Плюс, в целом, мне хочется, мой основной мотив в инвестициях, наверное, был бы, это чтобы какие-то крутые вещи случились. То есть, вот есть идея, чтобы она появилась, вот это вот не… Понятно, что она должна быть для этого и прибыльной, потому что, ну, иначе она умрет, как бы, да, и вот, это безусловно. Но не то, что вот прям вот заработать-заработать, то есть, такое прям прагматично. Вот, поэтому я точно не буду инвестировать специально, как вот бизнес, чтобы там заработать денег еще, да, вот чтобы, может, если какой-то классный проект, и чтобы дать ему случиться, да, как бы, это да, это вот у меня мотив. Но плюс еще я все-таки хочу фокусироваться на Dodo и помогать Dodo, и поэтому тут прям сильно отвлекаться я тоже не хочу. То есть, те инвестиции, которые есть, это больше такая, ну, как бы, случайность какая-то, но не выбор, что я там становлюсь инвестором. Спасибо. Завен? Да, Федор, спасибо большое за лекцию. Больше всего мне в них нравятся вот твои отсылки на разные персонажи исторические. Вот я для себя сегодня ответил в ТБН, Токинс, Райт-архитектор, Пелевин. Вот по моему вот собственному субъективному восприятию, чем больше знаний, тем больше сомнений. Расскажешь, как ты вот борешься с сомнениями? Спасибо. Да, классный вопрос. Смотрите, знаете, какой ответ на сомнения? Действия. Нужно действовать. Практика. Практика. Потому что, как говорил еще один исторический персонаж, Майк Тайсон, у меня был план, пока я не получил по морде. И, собственно, на самом деле, знания действительно могут быть проблемой, потому что я сталкивался с тем, что люди, которые слишком много знаний, MBA, им кажется, что мир слишком сложный. А на самом деле не так. Поэтому у предпринимателей часто получается, потому что они обладают слабуемой отвагой, просто решиться и попробовать. Понятно, что здесь не работает только так, в одну сторону. И знания в какой-то момент нужны, да, и баланс. Но в целом я скажу такой совет, что надо пробовать, надо действовать. Ну и, конечно же, знать, вот такой баланс, сказать, везде баланс. Супер, спасибо. Спасибо. Павел. Да, всем привет. Я хотел спросить, вот как раз тоже про знания мы сейчас говорим. И согласен ли ты с тем, что чем больше человек знает, чем больше у него кругозор, чем он начитанней, тем сложнее стать счастливым? Да нет, вообще. Мне кажется, это вообще никак не коррелируется. Мне кажется, что знания разные бывают. Есть опыт, есть знания, есть осознанные знания. То есть ты же, когда читаешь книжки, допустим, ты проживаешь... У тебя есть уникальная возможность. Вообще мы, люди, создав язык и письменность, можем передавать опыт просто всем. И ты, когда читаешь, допустим, художественные книжки, какие-то великие, ты проживаешь чужой опыт. И проживаешь чужой опыт, ты можешь даже поймать какие-то инсайты, которые становятся осознанным знанием, помогут тебе какую-то картину мира создать, а это позволит тебе стать счастливым. Вообще быть счастливым, ну, там, сложный вопрос, что такое счастье и так далее. Это некое просто отсутствие тревоги, состояния. Короче, я не согласен, что знания, они как-то делают тебя несчастным. Нет. Спасибо. Лера? У меня знаешь, какой вопрос? Нет у тебя хотя бы какой-то доли ностальгической грусти от ухода? Или у тебя, наоборот, максимально философский вайп? Ну, смотрите, я, наверное, дошел до такого состояния, когда, ну, как-то знаю, я вообще считаю, что переживание ностальгии, это как раз то, что нас делает несчастливым. Вот то, что, ну, суть реальности – это постоянные изменения. Это суть. И мы в себе, все, что с нами происходит, все равно в себе вынесем. Это в моменте, да, в нашем опыте, памяти. И поэтому расстраиваться от того, что что-то было, это создает только тревогу. И как раз, ну, наверное, я вот такого немножко, вот как раз буддистский, дзен буддистского взгляда, что нужно, не нужно сожалеть о прошлом. Потому что нет ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее, на самом деле. Ну, в реальности, если посмотреть на реальность. Вот, поэтому было прекрасно. Этот опыт со мной будет впереди и у компании, и у меня много нового. Говорю, как думаю, так и есть, так чувствую. Ну что, друзья, еще в чатике вопросы есть. А, еще в чатике, да? Давайте. Так, еще. Где я буду в основном находиться? На планете Земля. Очевидно. Так, в Сыктывкар буду обязательно приезжать. 100%, может быть, даже скоро приеду. На съездах и днях рождений, ну, как этот, знаете, почетный пенсионер, зовите. Но, через годик, чтобы отвыкли. Вот. Ну что, друзья, мы, да, никуда не уходим, все остаются, все этот. Мы все в компании, там, и все, кто работал в компании, ушел, оставили частичку себя, а вы продолжаете то, что, вот эту живую историю. Спасибо всех. С Новым годом. Увидимся обязательно. Обязательно. Продолжение следует...